Лабиринт. Запутанные дорожки, переходы. Место, откуда трудно найти исход. На Карельском перешейке обнаружено загадочное место, где стали теряться туристы. Они приезжали в этот странный лес, начинали свой маршрут и запутывались в лабиринте скального рельефа. Таинственное место в народе прозвали «Скальный лабиринт». Редко кто находил из него дорогу обратно. Так и в этот раз спортсмены из Петроградского клуба туристов устроили там тренировку. Они прошли запутанными скальными маршрутами и пропали. Прошло время. Друзья, встревоженные их отсутствием, выехали в район лабиринта для поиска пропавшей группы. Начальник поисково-спасательной команды объясняет особенности поиска на скальном рельефе. Задача непростая. Надо не только найти пропавших друзей, но и не заблудиться самим в необычном районе. Для облегчения выхода из скального лабиринта использовалась нить ариадной, раскрашенные ленточки. С их помощью можно будет выйти обратно к базовому лагерю. В таинственной зоне не работали телефоны, поэтому для контроля хода поиска спасатели должны отмечаться на КП. Всех участников снабжали картой местности и знакомили с правилами проведения спас работу. Район поиска был условно разбит на несколько этапов. Этап камни – это сложный ландшафт местности, где лабиринт выложен огромными глыбами и все запутано так, что можно долго ходить по кругу, не находя верный путь. Проверяли все закоулки, завалы камней и буреломы. Вдруг кто-то из пропавших друзей просит там о помощи? Спасатели не забывали отмечаться на КП. Надо торопиться, каждая минута может стать роковой. Помогает нить Ариадный, которая в конце концов приводит измученных спасателей к выходу из этого загадочного круга. Усиленные поиски в зоне камней не дали успехов. Возможно, ребята заблудились в лесу. Необходимо провести поиски в лесной зоне. Спасателю давали карту и отправляли искать подходы к лабиринту. Все закоулки загадочного леса были осмотрены, но пропавших туристов там не оказалось. Самый сложный этап поиска – скалы. Тут необходимо снаряжение и достаточный опыт работы на скальном рельефе. Поэтому требования к спасателям особо. На поиски отправляли связки, указывая направление и особенности маршрута. Участники, проходя мимо КП, отмечали свое присутствие. Многие запутанные дорожки были проверены. Несколько дней проводили спас-работы. К большому сожалению, пропавших туристов пока не нашли. Все спасатели вернулись в базовый лагерь. Решили через год снова встретиться в скальном лабиринте. Суть соревнований заключается в ориентировании. Продолжение следует...